приветствую всех друзья на канале жизнь деревни ивашкова дошла очередь до клубники как вы все знаете у нас клубника была посажена под геотекстиль весь геотекстиль мы сняли как видите его уже нет на клубнике вот он со временем уже под воздействием солнца под воздействием ультрафиолетовых лучей под дождями под поливами за три года пришел негодность теперь когда мы это дело все обнаружили мы увидели а что нифига клубника не заросла никакими сорняками вся она чистенькая никаких сорняков нету все шикарненько но она так разрослась ребята она так разрослась это просто там уже по 20 по 30 штук на каждом кусту и вот что я делаю я каждый куст выкапываю и обратно сажаю уже по два три ну по две три я не знаю как это называется как это называется я вам сейчас покажу как я делаю я не знаю правильно я это делаю или неправильно но я это делаю и что из этого будет я тоже не знаю а что будет я покажу вам весной смотрим если я что-то не так сделала напишите мне клубника вся пересушенная она прежде чем ее выкапать вот шланг видите шланг вот он вот он вот он шланг я ее всю проливаю вот эту сторону которую я сиди уже заканчиваю я уже всю пролила переначала другую сторону а иначе ничего не сделать вот смотрите какая земля ужас сухая вся высушена дождей нет вот приходится таким вот образом вот такие корнище представляете все корнище корни щи и клубники я вот так вот и и обламываю старое выкидываю а новое сажаю а новое это или старое я не знаю я сажаю а что будет я посмотрим может оно и неправильно скорее всего но в таком виде кусты оставлять я не могу иначе это будет просто капец следующим летом а будет капец или нет я не знаю в общем вот так вот делаю видите ямище я сейчас в эту ямищу буду сажать вот эти вот корни и закапывать их и вот так ребята каждый куст вот я так делаю вот погода еще хорошая будет так сказал гидрометцентр надеюсь она должна прижиться хотя клубника она такая нет не особо то и привередлива если никто не съест типа мышей и зайцев ну вот ребята закончила я занимался здесь два дня все закончила каждый кустик перекопала земля здесь рыхлая все пролито под геотекстилем на зиму геотекстиль не будем оставим под зиму так для чего для того чтобы снег снег прошел внутри грядки весной когда снег будет таять вода уйдет внутрь и будет там влага а весной накроем геотекстилем уже наверное где-то в мае посмотрим какие прижились какие не прижились что-то можно будет подсадить то есть вот такой жестокий способ еще раз прошу совета правильно или нет может и не надо было трогать а я вот сунулась ну вот наверное все дорогие мои жду комментарий если кому понравилось мое видео ставьте лайки буду всем рада подписывайтесь на канал пока пока пока